Добрый вечер! 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 Давайте посмотрим и заглянем в инстаграм. Там, кстати, два аккаунта. Есть ваш личный, есть в аккаунту фаната, я так понял, или фанатки, я не знаю. Вот эта фотография, расскажите, где она была сделана, что это такое? Это сделано на сборах у Владислава Санча 3К. Тут, я не знаю, сколько мне лет, 14-15. У него ежегодно проводились, сейчас, не знаю, проводится, нет. Сборы ротарей со всей России. И вот мы поехали с тренером на сборы. И там пару, по-моему, дней или неделя проводились они. И тут в конце сборов Владислав Санч приехал, мы все по кругу с ним фотались. Я, кстати, там такой, чуть кореяненький, потому что подошел, он говорит, быстрее, быстрее, сфоткался, уходи. А потом напомнили его? Нет, он мне, может, когда у меня было день рождения, он мне скинут фотографию. Он уже скинул. Да, вместе посмеялись, вспомнили. То есть у вас такие теплые отношения, он всегда, кстати, в интервью и поддерживает Илью, да, и постоянно рядом, да, особенно когда в сборной. Да, мы хорошо, хорошо общаемся, он всегда какие-нибудь истории рассказывает. Интересно очень послушать такого человека, взять у него совет. И это очень приятно, что у нас сложились такие отношения. Расскажите, а ваших родителей, как вы попали в хоккей? В Междуреченске, мне кажется, это не так уж и просто сделать. В 2001 году папа отвел, у нас обновили, там была, по-моему, парковка, ну, пару лет назад было под открытым небом, потом забросили. И в 2001 году сделали стадион, кристалл открыли. И вот папа отвел меня до этого, я катался на лыжах с двух лет, и поэтому, когда встал... Двух лет на лыжах? Да, да. В горных или таких обычных? В горных, в горных, да, у нас горные, там очень популярные. И когда вышел на лед, у меня не было проблем, там, знаете, все катались с такими штучками, которые для устойчивости. А я встал, поехал, потому что, в принципе, техники похожи, и особых проблем не возникло. Кто вас поставил в ворота? В ворота я встал спустя два года, сам захотел, у нас как раз был отбор за место, так скажем, в воротах. И мне сначала не предлагали, потому что у меня неплохо получалось нападение, я был шустрый, бегал хорошо. Но с чем-то меня это привлекало, я подошел, слушал, слушал, говорю, я хочу в ворота. И тогда не отговаривали, но не получилось. И родители отговаривали? Ну, шайба в голову летит, это всю жизнь теперь. Я, нет, родители не помню, тренера отговаривали. Родители как-то мое решение всегда хорошо воспринимали. Давайте к следующим видео подойдем. И здесь уже первый матч, Илья, в вашем профессиональном льду. Это Новокузнецк и это... А, нет, другое. Это немножко другое. Но это тоже вы нам расскажите, потому что это абсолютно удивительная история, когда болельщики Новокузнецкого металлурга скинулись и купили форму. Давайте послушаем сейчас там, что было. Конечно, они будут еще больше работать, чтобы в сезоне оправдать доверие их. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех новокузнецк, всех новокузнецких мужиков. С Днем металлурга. Желаю вам крепкого здоровья и удачи в вашем нелегком деле. Хорошая была, плодотворная работа. Хорошо подготовился, много нового узнал. Что-то подчеркнул для себя. За это я хочу сказать спасибо руководству клуба, в частности Владимиру Владимировичу, отправил вас сюда. В этот самый момент Илья понял, что он будет вратарь. Посвятили, посвятили. Да, это же невероятно. Болельщики покупают вратарю форму. А расскажите о тех временах. Да, давно это было. Я вроде не изменился, да, особо? Вы нет. Не так давно это было, да? Это 17 лет мне было. Просто мы иногда здесь берем интервью действительно таких уже худых людей. Назад 20 лет, и там вообще другой человек стоит. Это другая страна. Здесь просто прическа другая, я не знаю откуда. Илья, итак, форма. Да, форма. У нас был сбор в городе болельщиков на Кузнецке, любителей. И собрали определенную сумму и решили, что с ней делать. И так получилось, что коллективным решением было купить мне форму. Ну, ее физически не было. Почему болельщики решили купить форму в Рудане? Были определенные проблемы. И видите, там формула такая старенькая. Это вы в ней, да? Да. Нет, это сейчас я не скажу. Это первая игра. Первое время Союза отваливается. Да, да. Это, кстати, первый матч. Да, да, да. Это 13-й год. Третий, по-моему, января, когда вместо Александра Лазушина матч с Борисом. Как раз у меня на нем его форма прошлая. Да, это форма Лазушина и шлем Лазушина? Шлем Вадима Тарасова. Да. Лего, Лего, собрали. Это нормальная ситуация. То, что молодым ребятам доигрывают за старшими товарищами, тут ничего такого нет. Но когда мне сказали, что дадут новую форму, я очень так удивился, почему именно мне. Я так особо-то и не выделялся. Но спасибо за доверие болельщикам. Я помню этот момент, очень приятно, и я надеюсь, что он в большой хоккей вернется наконец-то на Кузнецк. А что-то из той формы осталось еще у вас? Нет, нет. Мы видели капризово, какой нагрудник. Вот как раз, по-моему, из тех времен, из Кузнецких. Да, возможно, возможно. С Ас-Дюшора еще. Да, да. Нет, вратарская форма, она очень быстро изнашивается. Ее надо часто менять. И даже если ты в старое будешь играть, это уже даже небезопасно становится. Потому что она останется мягкая, синяки, шишки, травмы, они не нужны, приходится обновлять. Следующий видео вопрос для вас, Илья. Добрый день, Илья Игоревич. Рад тебя услышать, увидеть, пообщаться. Что тебе пожелать в следующем, в этом сезоне? Тот сезон ты провел очень неплохо, поднял высоко планку своей игры. Теперь проблемы будут у тебя устоять на этой вершине. Подняться легко, устоять там сложнее будет. Ну и помнишь ту ситуацию, когда я тебе в один момент сказал, свято место, пусто не бывает. Если ты это помнишь, расскажешь сам. Илья, для начала представьте. Николай Александрович Мишин, мой первый тренер, который внес огромный вклад. Просто мое развитие. Мы с ним с 12, даже не с 12, раньше еще, с 9, наверное, вместе еще вымпили. Он был тренером. Это Новокузнецк тоже, да? Нет, вымпил в Междуреченске. Да, Междуреченске. Потом он был таким мастаком его перехода в Новокузнецк. Поэтому, Николай Александрович, вам огромная благодарность. Вы все сами знаете, он не раз это говорил. А какой вопрос там был? Свято место, пусто не бывает. Он вам сказал это. И вот вы должны вспомнить ситуацию. Я помню ситуацию. Это было в детской школе Новокузнецке. Кстати, Николай Александрович, он мне не раз это говорил. Но у меня одного раза достаточно было. Мы сидели у него в маленькой раздевалке. А чтобы понимали, Николай Александрович, он даже как на видео сейчас ни разу не улыбнулся. И так у нас проводились тренировки 6.50 на Новокузнецке каждый раз. Ну и в тот раз я, видимо, схалтуривал немножко. Не пришел на тренировку или там опоздал. Какой-то косяк за мной был. Вот. И после этого он меня к себе вызвал и сказал эти слова, после которых я сел, задумался и понял, что надо что-то менять в своем отношении к делу, к подготовке. И вообще, если я хочу чего-то достичь, надо более и более скрупулезно ко всему относиться. К телу, к дисциплине, самое главное, в этом возрасте, школьном. Главное, очень дисциплина. Слушай, ну обычно бывает то, что первый тренер, он как бы и не только в спорте, но и в жизни какие-то советы помогает. То есть вот этот совет святоместный, ну не как много чего-то другого было. То есть он в жизни так вот и тебя и вел, получается, да? Да, да. Я не раз говорил, что это мой лучший совет в жизни. Вы как учились в школе? Вначале неплохо, неплохо. Ну когда уже в Новокузнецкий пришел, родительский контроль ослаб, потому что я жил в спортивном интернате. Даже несмотря на то, что часто родители приезжали, это не помогало. И постепенно учеба сходила на нет. Но, опять же, Николай Александрович заставлял, когда у меня были плохие оценки, даже бывало, на тренировке не пускал, пока не исправишь. Поэтому, да, учеба очень важна, очень важна для любого человека. К сейву, который потряс тогда абсолютно всех. Матч против трактора, Новокузнецкий. Я думаю, что вы миллион раз отвечали на этот вопрос уже там, Новокузнецкий. Но все же, это было что-то невероятное. Это самое первое лучшее спасение в вашей истории, так? Я не вспомню, первое или нет, но было эффектно, да. И без доли везения, конечно. Ну, вот на тот момент, когда я играл, только начинал играть в 2013 году, первые пять матчей был в запасе, да, Лазушин был основным. Потом все-таки выпустили, получил лучшего и дальше, как говорится, по накатам. Вот те ощущения, когда ты первый раз выходишь за профессиональную команду играть, ну, не знаю, тресло там или еще что-то, было? Да, конечно, мандраж был дикий, но тут, кстати, в этом сезоне уже Лазушина не было, был Ложкин и Никита, и Финн, Финн был, да. И как раз у него первые два матча были удачные, потом чуть-чуть не пошло, и нам стали доверять. И насчет тресло, не тресло, очень тресло. Даже... А кто тренер тогда был? Николай Александрович, международным. Он потом что-то сказал, да? Ну, тут... Игры сказал, похвалил там. Да, да, похвалил. Я вот, честно, не помню. Знаю, думаю, да. Но у нас есть и с того времени. Мы проиграли эту игру. Или есть и с того времени есть ваши воспоминания, давайте послушать, что это другая была игра. Это да? Да. Ну, а самое запоминающее, если было, это, наверное, отношение партнеров старших, которые подбадривали, всегда подсказывали, помогали. Когда что-то не получалось, они подойдут, скажут хорошие слова. И после этого начинает получаться. Ну, красивая история. Там, новокузнецкие коллеги вас вывезли на пейнтбол. Вы сказали, вас подбадривали старшие коллеги. Ну, кажется, что это кошмар. То есть, когда он подходит старший, начинает дико пихать, и ты начинаешь спасать их. Как в вашем случае было? Нет, такого, слава богу, не было. Так бы я не выдержал психологически это все. Наоборот, после каждого матча, там, удачный или неудачный, я больше всего запомнил легку Саурова. Капитан был на тот момент. После каждого матча, неважно, как я сыграл, как и не пропустил бы голы, он всегда подошел, скажет какие-то слова. Очень, очень это помогало. Спасибо ему за это. И вообще, в целом, ребята, у нас был дружный коллектив. Плохого я не могу ни о ком сказать. Было все очень дружно, и это приятные годы в моей памяти. Вы переезжаете в Москву, тут сразу другой быт, и вот такие шайбы, давайте вспомним, как вы на нее среагировали. Пожалуйста, вот игра локомотива ЦСКА, помните? Да, второй год. Так, и? Ну, здесь Михаил Науменко, понятно, что он сам переживал, но просто каково потом общаться, и это может быть повод для шуток каких-то, да? Мы до сих пор не общаемся с ним после этого гола. А я думаю, что у него в составе нет. Но это, опять же, игровой момент. Ну, да, мы много раз смеялись после этого. Ну, кончил его, да. Очень здорово, попал на передачи голем. Да. Кстати, вы сказали, что вам после игр достаточно часто достается от Светлакова. Это что такое? Ну, Андрей, за словом, в карман не полезет. Он не будет думать о твоих чувствах, что ты думаешь после игры. Ну, я уже привык, помогает даже как-то это своего рода помощь психологическая. Так, а это матч уже ЦСКА-СКА, и мы вспоминаем человека, который сейчас пробует себя в другой лиге. Ну, да, Никита Гусев вот это забрасывает. Я просто вот этот момент хочу напомнить, да, он не очень такой, скажем так, удачный в карьере, в твоей. Ну, здесь вот, что, какие чувства были, когда, казалось бы, в самом начале пропускаешь такие вот легкие шайбы. Это шестой матч, и потом все-таки выиграли. Спасибо, что напомнили, я только перестал. Ну, не все, что, не все, что, не все. Да ладно, я все, 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 я все. То есть даже до этого доходило, да? Ну, да, всякое бывало. Ну, это мы, чтобы вот следующий матч хорошо провел. Сейчас меня будет колбайсить, мандражировать. Сейчас, чтобы легче вам был еще один вопрос от вашего товарища. Привет, кудрявый братишка. Хотел поздравить тебя с началом старта нового сезона КХЛ. Пожелать тебе удачи, новых побед, чтобы тащил, как в том сезоне, свою команду вперед. Мне приятно видеть, как ты прогрессируешь, как игрок. Очень приятно, как ты вырос из пацана, которого я знал, и стал игроком мирового уровня. Ну, что от себя хотел добавить, я надеюсь, ты в Москве там найдешь хорошего тренера по настольному теннису. И подтянешь свою игру, и чтобы мне вот уже не было стыдно за тебя, когда ты приедешь в мой кузнец. Давай, удачи, брат. Спасибо, Алексей. Это был Алексей Борозденко. С ним мы знакомы с 12 лет. Он работал в интернате, как раз куда я переехал, и у нас стоял теннисный стол. Я не знаю, по какой причине он до сих пор думает, что он меня обыграл в настольный теннис. Это, может, было один раз, и он до сих пор это запомнил, но в основном одерживал победу я. И если он это не помнит, летом я приеду, Лех, и тебе напомню. Мы это заснимем на видео, и уж об вопросах уже ни у кого не было. Еще несколько фотографий из вашего инстаграма, которые просто необходимы в пояснении, потому что, я думаю, никто ничего не понимает, что происходит. Давайте смотреть. Итак, первое. Кто это? Андрей Чеслаков слева. По центру. Сами знаете, кто? Да. И справа Валерия Ленчушкина. Хорошо. Такой привет из 90-х. А что же, какие обстоятельства? Замечательный кондиционер. Что там было? Да, если учесть, что в 90-х я только родился, картинка должна быть чуть другая. Это был новогодний корпоратив, и у нас была такая тема, вечер 90-х. И вы решили бандитами передеться в СССР? Да, да, ну как ассоциация. Ну, Нинчушкин не переодевался. Он сейчас в Колорадо так же будет ходить, мне кажется, и в Далласе. Ну, вот такой вечер был забавный. Кто выиграл лучший костюм? А не было его. Не было, но я думаю... Тот, у кого автомат, видимо. Выиграл, я думаю, Фаст Виктор, потому что он был в костюме полицейского, и ему очень шло. А, вы бандит, а он полицейский. Это что за фотографии? Это тоже с новогоднего, по-моему, корпоратива, только уже другой год, если не ошибаюсь. Тут уже... Тут у нас был вечер... А я не помню, какой вечер, но не важно. Новогодний корпоратив. Тоже 90-е. Ну, поздние 90-е, да. Так, в движении танца мне засняли. Ну, красиво. Еще один вопрос от вашего коллеги. Илюха, привет. Хотел тебя поздравить с очередным чемпионством. И такой вот у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, вот ты в свои 24 года практически уже выиграл все. Чем ты планируешь заняться дальше? Ну, тут подоплет такая, я дополню. То, что обычно рассвет... Представим, человек, а? Да. Саша Еременко, конечно. Саша Еременко, двукратный тоже обладатель МВД. Да, и вот сразу ответ на вопрос. Саша. Да, ну, надо послушать. Будем тянуться за тобой. Он имел в виду то, что рассвет вратарей, как обычно, да, это считается. Не знаю, может, раньше так, поскольку сейчас тенденция молодых, все-таки, после 30 лет. Правильно так же говорится? Ну, считается, да, чем старший вратарей, тем он психологически устойчивый. И вообще вратарей взрослез очень хочет. А тебе сейчас 24, ты в России уже МВП, да, Куба Гагарина. Чего тебе не хватает и как, что действительно ждать? Ты олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион, но есть один минус, как бы, я берег, да, там. Да вы знаете, даже об этом не думаешь. Все прошло, это уже не важно, это все история. Если ты будешь оглядываться жить в прошлом, то у тебя не будет будущего. У меня такое есть тоже правило небольшое. Поэтому все впереди, все новые победы, дай бог, впереди. И только вперед. Золото чемпионата мира. Да, столько всего еще. Пока нет, и серебро, да. И в очень правильном интервью сказал то, что самое главное, мы знаем формулу, да, которая нас приведет к тому, чтобы мы стали двукратными обладателями Кубка Гагарина. Еще одно воспоминание из Новокузнецка. Здесь мы перейдем к другую тему, давайте послушаем сначала. Сейчас на шлеме есть какая-то аэрография? Нет. А почему? Не знаю, я не думал об этом даже. Просто не нравится или как-то есть, а она нет, это не важно. Ну, у меня как бы было такое, то, что сначала в отряду нужно заиграть, а потом уже красить шлема. Это, как сказать, примета или не примета, а понятие. А если будешь раскрашивать шлем, что на нем будет? Даже не знаю. Сорока, наверное. Посмотрим. Пускай это будут сюрпризы. Ну, хорошо, ваш коллега предположил сороку на шлеме. Она есть? Нет, сороки нету. Появились самолеты. Самолеты, как моя страсть, может, мне нравится это. Поэтому я стараюсь их, чтобы они чаще у меня появлялись на шлеме. Что еще есть на шлеме? Тут логотип ЦСКА, звезда. Только непонятно, почему она не красная армейская, а синяя. А у кого спрашивать? Я задал этот вопрос художнику, но он мне не ответил. Но да ладно. Что еще? Обязательно на каждом шлеме я изображаю герба. Герб на Кузнецка. Вот он. И герб Междуреченского. Вот уголек, две реки. И Believe I Can Fly, да? Да, и I Believe I Can Fly. Очень нравятся песни Аркеля. Очень тоже мотивирующие. А самолеты откуда взялись? У вас даже в Инстаграме я видел несколько фотографий, где вы за штурвалом. Да, за штурвалом я был. Не знаю, с детства мне нравились самолеты. Такая, скажем, небольшая страсть. Нравилась скорость. Именно вот боевые самолеты, истребители и прочее. Поэтому так осталось. Но вы хотите стать пилотом? Многие же хоккеисты становятся пилотами. Нет, пилотом я, наверное, уже не стану. Но полетать с удовольствием, если еще раз выпадет шанс, я с удовольствием это сделаю. А где вы первый раз летали? Я летал на учебном самолете в «Дельфине» Л-29 в Подмосковье. Там мне подарили полет. Спасибо этому человеку, что он воплотил мою мечту в жизни. И вот полчаса мы выполняли фигуры высшего пилотажа. И вы вот это все делали, да? Да, мертвые петли, бочки и многое другое. Отчего рядом лежал пакетик, но, слава богу, до него не дошло. Поэтому дай бог, что такие полеты были. То есть уже после натурального полета симуляторы это не катят? Ну, конечно. Хотя какие-то сходства есть. Но вживую это совсем другое. Еще один вопрос от коллеги. Слушай. Всем привет. Меня зовут Сергей Бобровский. Я вратарь клуба НХЛ в «Флорида Пантерс». И у меня вопрос к Илье Сорокину. Илюх, когда ты уже перестанешь мотать клюшку черной лентой? На самом деле. Ты уже вратарь топового уровня. Ты уже MVP кубка Гагарина. Ты уже звезда молодая подрастающая. Хватит уже вот этого вот колхозничества. Замотай клюшку, делай. Будь как все, как нормальные, хорошие парни. Выгляди красиво. Двухратный обладатель, да? Без диетрофия. Я пойду перематывать. Сейчас все свои клюшки, которые я на весь год намотал. Спасибо, Сергей, за вопрос. Он знает, на что надавить. Это же удивительная история. То есть это считается, что нельзя обматывать черной лентой. Я не знаю даже. Кто-то на это внимание обращает. Спасибо. Я даже удивлен, что Сергей на это внимание обратил. Сергей, он вообще с белой лентой был. Все играют в белой ленте. Но я не знаю. У меня с детства почему-то так в черной ленте. Не знаю. Слушай, но в детстве считалось, если черная лента, значит, не видно шайбу когда-то под тебя убираешь. Да, это для нападающего, да. Теряешь типы из видов во время броска. Если белая лента, то она будет сливаться дома. Вот, 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 черная, слушай, я никогда не обратил внимания. Я тоже, да, если у него в Абровский, да. А Юхансен выходит с белым тейпом. А почему белые щитки-то, да? Меня тупик загнал этот вопрос. Сергей умеет задать немножко вопрос. Я попрошу, все-таки давайте покажем еще одну фотографию, потому что тоже нужно пояснение. Этого персонажа тоже достаточно на вашей ленте. И, ну, расскажите нам. Да, это Халк, мой питомец. Стофашистский бультерьер. Да, появился у меня он на Кузнецке. Мы ездили за ним в Новосибирск. Помню, маленького он полтора месяца. Тогда уже был шустрый, а сейчас и подавно. Ох, красавица. Алексей, подарки. Мы в финале. Подарки основные у нас не получилось, но будем стараться, чтобы у нас, к сожалению, не подошел Мэтт Эллисон. Ой, Мэтт Эллисон. Робинсон. Мэтт Робинсон, да, не подошел, поскольку мы с ним договорились. Он слинял, как обычно. На велосипеде. Да, он, ты получил MVP в прошлом году. И я думаю, что это заслуга всей команды, и в том числе и его, поскольку у нас, у Вас было очень много блокированных бросков. И мы подсчитали, что за всю команду, которая была заблокирована, то их бросков потенциально, с твоим процентом, могли зайти 14 шайб. Это достаточно, согласись. У Вас там сухой лед, что ли? Я хотел бы, чтобы ты, во-первых, Мэтту подарил зеленку, да, поскольку он на тебя. Он знает это, да, или нет. Вот. Второй подарок. Второй подарок. Мы планировали... Мы знаем, что ты занимаешься и специальным таким, ну, тантрическими какими-то вещами, да? Какими тантрическими вещами? Это я не знаю. Это я не знаю. Что-то мне, что-то поможет. Я не знаю. У меня информация есть. Ну, ничего себе, Алексей. Ну, по крайней мере, какие-то вещи, да, настрой, он все проходит. Я об этом никому не рассказал. Чтобы эти легки проходили, это все про весь процесс. Мы хотим тебе подарить палочки, ты это собирай. Это реклама не надо, да, да. Ну, основное, ладно, это все шутки. Если можешь так вот... Вкусно пахнет. Ну, да. Да, ну и от нашей... Ну, зачем-то за ремеселы, да. То есть зеленку можно рекламировать? Зеленку сколько в лень? Нет, это не тебе. Это не тебе. Хотя, не знаю, у вас доктор, да, хороший, поэтому я думаю, что зеленка у него есть. Ну, основное, это, конечно же, вот это, наша программа. Ура, с девалки. Вот. И мы хотим тебе подарить майку. Я не знаю, что ты с ней там... Соберешь автографы у всех ребят или нет. Это все обладатели MVP за чемпионаты КХЛ. Есть Мазякин и Еременко двукратные, да. Да, мы, ну, можно сказать, тебе желаем, чтобы ты тоже стал двукратным. Там президенты даже есть. Черношенко, Медведев, Третьяк. Да, можешь в ней ходить. Сейчас дресс-код, кстати, у команд, да, пиджаки и рубашки приходить. Я буду рубашку ее одевать. Ты можешь в ней приходить. Нестеров в очках пришел и проиграли. Так что, ну, я надеюсь, что она тебе удачи принесет. Да, да. Вот. Надо действительно собрать подписи. Да, будет красиво. Илья Сорокин сегодня в программе. У раздевалки. Ну, сейчас поймаем. Мы быстренько сворачиваемся. Алексей Будяков, Денис Казанский и Илья Сорокин. Спасибо большое за ваше время. Спасибо, что слушали нас. Всем хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова